Золото, ладаный Смирну, как подарки на Рождество, несут своим подопечным сотрудники и добровольцы православной службы милосердия. В Екатеринбурге начался традиционный праздничный марафон. Всего нам нужно поздравить 25 учреждений, это почти 7 тысяч человек. Здравствуйте, меня зовут Евгений Камшилов и вы смотрите дайджест православной службы милосердия в Екатеринбурге. Рождественский поздравительный марафон начался в дни святок. Ко дню, когда выйдет этот выпуск дайджеста, православная служба милосердия уже поздравит большинство учреждений. Традиционно мы посещаем больницы, дома престарелых и дома ребенка, госпитали, школы, интернаты, а также организации партнеры, православные средства массовой информации и основных благотворителей. В этот раз сотрудники и добровольцы пришли поздравить епархиальные отделы, телеканал «Союз», «Православную газету» и «Радио Воскресенье». Возглавил группу поздравляющих руководитель службы милосердия протоярей Евгений Попеченко. Спасибо. На самом деле очень счастливые люди, потому что мы и знаем Бога, и Он дает нам возможность Ему служить. И я хочу вам пожелать, чтобы вы все в этой жизни делали с радостью и с счастьем. Потому что когда человек счастливый, у него все хорошо получается и дома, и в личной жизни, и в духовной жизни, и в работе. Потому что невозможно скрыть состояние счастья. И Он говорит, как счастливый человек, и Он смотрит, как счастливый человек, и Он людям улыбается, как счастливый человек. И эта радость, она как лучики солнца расходятся по всему миру. В общем, будьте радостны и будьте радостью для других. Как отметил отец Евгений, традиционно мы поздравляем наших подопечных и врачей в больницах, но многие специалисты, без которых не будут работать и развиваться проекты Екатеринбургской епархии, остаются в тени. Это юристы, бухгалтеры, кадровики, педагоги и прочее. Вот сюда, в Екатеринбургскую епархию, и направилась группа рождественского десанта. Всего сформировано 25 таких групп. В каждую входит священник, певчий, сестры-милосердий и добровольцы. Они раздают открытки, сделанные специально к Рождеству Христову 2024 года, традиционные мандаринки и конфеты. Детям дарят сладкие наборы. На эти подарки мы открывали специальные сборы, чтобы все подопечные почувствовали радость Рождества Христова. И многодетные семьи, и одинокие пенсионеры, дети-сироты, бездомные, пациенты хосписа, жители дома престарелых и многие другие. Сегодня мы посещаем дом для престарелых и инвалидов Малахит. На Уралмаши в Екатеринбурге. Здесь у нас около 300 подопечных. Православная служба Милосердия продолжает свой поздравительный марафон. Смотрите, вот апельсины и конфеты мы раздаем подопечным. По апельсинке и по три конфетки. Еще у нас есть открытки, их раздают сестры. Да, вот такие открытки раздают добровольцы и сестры Милосердия. Это специально создала, нарисовала православная служба Милосердия для поздравлений в 2024 году. Отец Георгий заходит в каждую комнату. Там живут фото. И посмотрите, вот здесь три человека, вот здесь два человека. Батюшка заходит, всех окропляет святой водой, всех поздравляет с Рождеством Христовым. А следом идут добровольцы и дарят подарки. Каждое поздравление сопровождают певчи, которые исполняют, поют и рождественские калятки. Создают такую праздничную атмосферу. Вот это дело, что зовут Анастасия, это певчи из Испенского собора. «Слава, Божаев, Слава Ваше Богу, И на земле, Слава Ваше Богу, Слава Ваше Богу, И на земле, ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Максим доброволец и Ксения, которая уже стала сестрой милосердия. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились? Я доброволел на первом, жена моя на втором этаже. Мы ходили вот так друг другу. Привет, привет, привет. И потом она меня косой взяла и зацепилась. Так что те, кто еще не нашел своего спутника или спутницу жизни, добро пожаловать в православную службу милосердия, в добровольчество, в дом для престарелых Малахит. А, Ксюша, кстати, расскажи, пожалуйста, вот эти поздравления, которые тут проходят, вот сейчас, что они дают подопечным жильцам, которые тут живут? Подопечным – это возможность прикоснуться к сердцу человека, поздравить его и принести ему радость, прежде всего, радость принести о том, что Господь родился и что он его тоже любит, и что о нем не забывают. Многие люди удивляются, что о них даже помнит кто-то еще. И вот они вот очень этому радуются, и такое от сердца к сердцу касаешься. То есть это прям так трогательно иногда бывает, что люди вот, с которыми это бывает, но они бывают иногда закрытые такие, не хотят общаться, а здесь они прямо начинают улыбаться и радоваться, и очень так трогательно бывает. Слава Богу за все. Прежде всего, что даже малая радость может в сердце у любого человека ясли сделать для Христа. Вот мое впечатление такое. Вот я думаю так. Вот таким был наш сегодня поздравительный день в доме-интернате «Малахит». Поздравили около 300 человек, прошли все три этажа. Настя нам все пела всю дорогу, как усталость, тяжело. Нет, я не устала ни капельки. Это большая и огромная радость. Спасибо. Все. Слава Богу за все. Нам же концовку записать надо какую-то. А эти подарки мы привезем другим подопечным. Спасибо, что вы были с нами. Вы смотрели дайджест православной службы милосердия в Екатеринбурге. Слава Богу за все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.